Здравствуйте, друзья! Я надеюсь, у вас были такие же волшебные праздники, как у нас. И вы заряжены солнцем, хорошим настроением, позитивом, немножко покусаны комарами, но в целом, в общем и целом, готовы к интересному общению с нами вдоль, и, как всегда, по вторникам. Мы рассказываем вам истории из сообщества «Бизнес-молодость». У нас в студии один из сооснователей этого сообщества, Петр Осипов. Привет, Пень. Доброе утро. И очередной волшебный бизнесмен, на сей раз бизнесвумен Наталья Гладкова. Здравствуйте. Девушка, которая начинала с конструирования космических аппаратов и закончила частными детскими садами. Сразу напомню все наши координаты. 651099,6, московский телефон, код москвы495, финам.фм, наш сайт. Заходите на страничку программы вдоль и смело делитесь впечатлениями, задавайте вопросы. Мы постараемся все время находиться с вами в диалоге. Ну, давайте расскажем, Наташа, сразу, что из себя представляет ваш бизнес сегодня. Сейчас у меня два частных детских сада. Один на 22 ребенка, второй на 36 детей. То есть это сколько? Три группы, получается? Во втором три группы, в первом две группы. И, наверное, открыть эти детские сады было каким-то вообще, как бы это по-русски сказать, чтобы не... Нелегким делом. Ну, я просто понимаю, как, например, купить и продать товар, даже открыть производство. Но детский садик, это же история, сопряженная с таким количеством всяких. Но начиная от пожарных и санэпидемстанций, заканчивая какими-то образовательными стандартами и просто, я не знаю, там... Ну и, в конце концов, поиском людей, которые доверят тебе свое чадушка. Ну вот, да, мы с этого начали. У нас сначала появились клиенты, которые поверили в нашу образовательную программу, которую мы предлагали им на встречах. У вас какая-то уникальная образовательная программа? Ну, нет, не уникальная. То есть мы взяли готовое, потому что, когда мы открывались, мы первый детский сад открыли там практически за месяц. То есть там в начале августа начался коучинг, бизнес молодости. Первого сентября мы открыли детский сад. То есть твоим... Когда ты открыла первый свой частный детский сад, сколько это было времени назад? Это был август 2011 года. Август, то есть? Два года. Ага, два года. И сколько сейчас составляет прибыль твоего бизнеса? Чистая прибыль бизнеса сейчас порядка 350 тысяч рублей в месяц. Сколько стоит? 350, понимаешь? Вот она сидит в сарафанчике здесь, в таких туфельках. Да, в цветочках. В цветочках. Я тоже в цветочках. Да, но она зарабатывает 350. Это чистая прибыль компании. Это не то, что кладется в карман. То есть у вас два партнера, я так понимаю, и вы делите просто напополам это все. Скажи, пожалуйста, а сколько стоит для родителя поход ребенка в детский сад? Ну, у нас вот в том, где две группы стоят 25 тысяч в месяц, а в том, где три группы стоят 30 тысяч в месяц. Что из себя представляет пребывание ребенка в саду? Ну, вот то, что я вам озвучила, это сумма полного абонемента. То есть, когда ребенок ходит с питанием, с пятиразовым. Пятиразовое питание? Ну, если дети остаются даже позже восьми, то у них шестиразовое, потому что, ну, просто... Можно оставить ребенка позже восьми? Если договориться с персоналом, есть у нас нянечка, которая охотно досиживает, она просто очень любит свою работу. И за эти деньги что делают с ребенком в саду? Ну, у нас примерно такой распорядок дня, то есть, приходит ребенок утром, сначала чуть-чуть играет, потом начинается зарядка, завтрак, три занятия утром, после трех занятий, второй завтрак, прогулка, обед, сон, потом гимнастика после сна, полдник, еще три занятия. Это в старшей группе младших по два занятия. Вот. Прогулка, ужин и свободные игры. Но там, на самом деле, еще стоит такое раз третье занятие, но после ужина старших детей, это театр кукольный у нас там свой. А сколько педагогов на группу приходится? На группу воспитателей, нянечка. Воспитателей, нянечка. А есть какие-то там дефектологи, логопеды, психологи? Да, у нас есть психолог и логопед, но психолог у нас сейчас работает, ну, не там, один-два ребенка, которые приходят к ней так. В общем, не в сложном случае, да? Да. То есть вообще, ну, нормально, вы освободили родителей, вы развязали родителям руки вообще, у вас ребенок даже ужинает. Да. То есть, в принципе, отвел и забрал готовенького, толстенького, довольного жизнью ребенка. Выкатил. Почитал, покупал, почитал сказку, уложил спать, все. Но на самом деле многие родители забирают детей там до ужина, например, с прогулки, ну, чтобы там с ним побольше времени провести. Вот, Петь, человек взял на себя достаточно ответственный бизнес, да, связанный не с железками, не с какими-то материальными вещами, а с живыми детьми. Причем открыл этот бизнес через месяц после того, как вообще решил заняться бизнесом. Это часто встречающаяся практика или Наташа такой уникально смелый человек? Наташа, если бы наши радиослушатели видели бы, что сейчас происходит здесь внутри, они бы увидели хрупкую, нежную девушку в сарафане. То есть тебя сарафан этот сразил, я так понимаю. Меня он сразил. Ты не можешь от него. Пытаюсь на него не смотреть, да. Что мне интересно всегда, что этот случай, конечно, не единочный, но очень интересно, что тебя лично привело. Думал ли ты, что у тебя, потому что ты на бизнесвумен привычное понимание слова не похоже, потому что слишком ты красивая для нее. Красивая. Как все началось? Вообще откуда ты, сколько тебе лет? Как ты, твой путь в бизнес, как ты решила? Да, вообще с детства рассказывать. Да, в какой семье? Когда мысли у тебя посещали, или мысли о том, что ты делаешь? Ну, семья у меня тоже. У меня отец был предпринимателем, когда я училась в школе. Потом он продал свой бизнес и решил работать наемным генеральным директором. Но пока я училась в школе, у него с 2008 по 2005 год. Наоборот, с 5 по 8? С 98 по 2000, или даже с 97, точно не помню. А чем занимался? Он какие-то штуки, автозапчасти, получил патент и делал их. Да, то есть производил. Да, у него было производство. Интересно. Это было в Ульяновске. Да, это было в Ульяновске, да. А мама? А мама сначала, ну она с ним работала, она вот как раз когда отец начал заниматься бизнесом, мама получила второе образование юридическое. Сначала она была инженером-конструктором, вот знаете, и какой-то номер, не помню, она у него крыло проектировала в ташкентском авиационном там. Бюро. Бюро, наверное. То есть, в принципе, родители могли привить вам какую-то такую практическую, техническую живопись? Ну, родители, скорее, даже больше привили уверенность в себе, потому что вот детство моё прошло в Ташкенте, вот до того момента, как в 92-м там начались эти этнические... События. События, да, из-за которых нам пришлось уехать, да. В принципе, это было такое счастливое детство. Я была первым ребёнком в семье, у меня была куча бабушек, дедушек, все меня любили, носили на руках. И вот, мне кажется, уверенность в себе, и как-то, что всё получится, они привили. Да, но тем... А потом? Нет, просто, тем не менее, вот у меня такая же история была. Я была первым ребёнком до 9 лет, меня все холили и лили, потом родилась младшая сестра, и всё детство закончилось. На меня её повесили, и всё. И вот, ну, не в этом дело, а в том, что тебе в семье прививают ощущение того, что ты самая лучшая на свете, а потом ты приезжаешь в Москву, и понимаешь, что здесь таких самых лучших миллионы, и надо как-то адаптироваться и всё-таки доказать всем, что я-то всё-таки действительно самая лучшая. Был такой момент? Нет, у меня такого не было, потому что мне родители до сих пор говорят, что... Ну, родители-то да, а город вокруг. Ты приехала учиться в Москву, в очень серьёзный вуз. Да. Кто вообще решил, что Наташа поступает в Бауманск? Родители. Родители решили, да? Да, да, да. Родители решили и сказали... У меня просто дедушка преподавал в институте в Ульяновске, он видел как бы уровень окружения, которым я могла бы попасть. И он сказал, что... В Ульяновске не учимся. В Ульяновске Наташа учиться не будет, да. И поэтому родители выбрали вуз, я в него поступила на бюджет и как бы начала учиться. Ну, специальность называлась... Инженер-конструктор космических летательных аппаратов и разгонных блоков. Хочется что-то такое спеть, типа, знаешь, из космической Одиссии или из марша этих... Ну, на самом деле, было там учиться скучно, и поэтому я оттуда отчислилась. То есть, ну, у тебя вся романтика конструирования космических кораблей не могла перебить сопромат и прочие странные предметы, которые надо было изучать? Да. Не женское это было дело? Да. Ну, как ты подошла к точке-то? Что тебя спровоцировало именно на путь... Ты думала, что ты в жизни будешь заниматься бизнесом? Это осознанные были решения или так получилось? Нет, это так получилось. А чем ты думала, ты будешь заниматься? Ну, так у девочек всегда. Ай, как-то так получилось. Я думала, что я буду финансовым менеджером работать. Я получила свое второе... Точнее, это у меня получается первое, потому что это не закончила. Я получила финансовое образование осознанно. Я шла, и там пять с половиной лет я с удовольствием училась как бы на финансах, на инвестициях, то есть все эти... Ты думала, что ты будешь работать в банке или в фонде каком-то, да? Ну, я скорее думала, что я пойду финансовым директором в какую-нибудь производственную компанию и буду там следить, что у них там дебиторка не сильно большая была, и что у них там кредиты поменьше. Ну, вот, работаю финансовым менеджером. Удалось поработать? Вот именно как я хотела директором, нет. То есть я работала на низших финансовых позициях. В больших компаниях? В больших компаниях, да. Работала в бухгалтерии, и там буквально года полтора я во время учебы работала бухгалтером на аутсорсинге. И все-таки что стало той точкой, которая вот изменила ход всего, что происходило? Меня уговорила подруга, мы с ней гуляли по нашему микрорайону, и она говорила, а я искала работу, как раз получила диплом, искала работу, это была весна 2011 года, зимой я получила диплом, и она мне уговорила, я искала работу, и она говорит, что ты будешь эту работу искать, смотри, такие пробки, ты, значит, сейчас найдешь няню, у тебя, значит, в 7 утра ты будешь уходить, ребенка оставлять с няней, он тебя утром не видит. И вот эту драматическую картину Наташа никак не готова была реализовать в своей жизни. Что было дальше, вы узнаете после новостей на Финаме, оставайтесь в доле. Сегодня в доле сообщество «Бизнес-молодость» с нами Петр Осипов и Наталья Гладкова, у которой два частных детских сада в Подмосковье. До новостей вдруг возник ребенок в жизни Наташи, то есть как ты успела, пока училась, выйти замуж и родить малыша? Нет, замуж я вышла вот когда мы с моим мужем, в принципе, приехали в Москву вместе. Из Ульяновска. Познакомились, да, в 10 классе, собственно, с 10 класса мы встречаемся вместе. Как романтично. Вот, и вот перед тем, как нужно было поменять институт, я понимала, что родители мне так просто не позволят этого сделать. Я, в общем, вышла из него замуж и смогла спокойно отчислиться. Вот, и к тому моменту, как мы созрели до ребенка, мы были уже женаты 4 года и поняли, что нам хочется. Так, а это было до того, как вы поняли, что вам хочется бизнесом заниматься? Ну, у меня муж как раз вот до рождения ребенка, там буквально за пару месяцев до беременности, открыл свой бизнес тоже. Какой? У него IT-бизнес. У него все получается? Да. У него идет все? Да. То есть у тебя муж, он предприниматель, у него все получается здорово? Да, он очень успешный предприниматель. Он больше, чем ты зарабатываешь? Да. Слава богу. Вот это гармония в семье. Что такое, слава богу? Какая разница, кто сколько зарабатывает в семье? Главное, чтобы были доверительные отношения. Ну, вообще-то, конечно, приятно, когда можно на кого-то положиться и ничего не делать. Но это не твой случай. Сколько было ребенку, когда возникла идея своего бизнеса? Ну, вот идея возникла, когда ему было там год и 7-8 месяцев. А, собственно, вот мы 1 сентября открылись, и 15 сентября ему исполнилось 2 года. Так. Ну, я так понимаю, что сначала вы всей семьей жили в Москве? Да, мы жили в Москве, и когда родители переехали в город Московский, они купили себе там квартиру, соответственно, они нас там прописали, и мы встали там в очередь, в детский сад, потому что мы там были прописаны. А вы думали, что если вы прописаны, то вы получите детский сад? Да. Ага, отлично. Вот, и мы, соответственно, переехали в Московский, и как-то вот... И поняли, что в детский сад не попадаем. Да, поняли, что в детский сад не попадаем. И нам прям сказали, что вы не рассчитываете, что вы там до школы попадете. Просто раньше-то не было вот этого закона. Не рассчитываете, что до школы попадете в детский сад. Прекрасно. Супер. Там, наверное, сколько детских садов в этом поселке? Детских садов, наверное, штук 6. Ну, в старом, плюс как бы в новом открылось сейчас 2 садика. Но по отношению к количеству домов, квартир... То есть у нас вот, где мы живем, райончик города, там 8 тысяч квартир. То есть это же новостройки. Там раньше строили детские сады из расчета 5 этажей. А мы живем в доме, у нас 25 этажей. Прекрасно. И два детских сада на все. И вот гуляешь ты с подружкой по своему микрорайону. Думаешь, надо было уже выходить на работу. А подружка говорит, а что тебе работать на дядю? Да, а она как раз только узнала, что она беременна вторым. И говорит, Наташа, я свихнусь с двумя, давай срочно открывай детский сад. Чтобы к тому моменту, как я рожу, у нас уже все работало. И я хотя бы там, у меня хотя бы один был на руках, второй в детском саду. Вот. Ну, собственно, так все и произошло. И дальше какие шаги вы сделали? Вот раз, два, три. Вот что именно вы сделали? С подругой мы делали сначала все неправильно. Мы нашли квартиру, нашли педагогов. Сняли квартиру? Ну, не совсем сняли. Мы нашли мужчину, который за часть от бизнеса нам свою квартиру предложил. Да, но мы как-то... Вот у нас не получилось с ним работать, потому что клиентов не было. Так. Вот, потом мы с этим мужчиной перестали вместе работать. Подожди, вы нашли... А как вы искали педагогов? По объявлению в газете? Да, по сайтам, интернете. Довольно ненадежные источники. А как вы их отбирали тогда? Ну, вот как-то вот... Кто HR-ом занимался? Я занималась. Первый раз вы начали с помещения? Да, с сотрудников. Инвестиции какие-то были? Еще не успели купить, просто квартира была. Просто нам не пришлось за нее платить, поэтому... Был какой-то бартер был. Ну, в общем, клиентов не было, и эта история вся загнулась через некоторое время. Да, буквально через 2-3 недели мы поняли, что... А как вы пытались привлечь клиентов? Не пытались привлечь клиентов. Мы думали, мы откроем садик. И сразу все повалили? Сразу все придут. А далее что происходило? А дальше я вот пошла в бизнес-молодость, и когда на занятии сказали, там, сделать сайт, мы сделали сайт. И Петя Осипов его высмеял при всех, нет? Нет. То есть вы сделали хороший сайт? Нет, мы просто не показывали. На самом деле сайт был сделан очень просто. У меня вот подруга, с которой мы садик открывали, она в фотошопе немножко разбирается. Мы сделали такую картинку, повесили ее в интернет, с надписью, там, телефон был, звоните. Вот. Но сделали все по триггерам, то есть как бы была картинка главной страницы. Вот. И надпись сделали сверху такой, извините, сайт в стадии доработки. Понятно. То есть сайт абсолютно мертвая вообще. Просто картинка. А что ты поняла, что надо сделать? И как вот ты второй раз делала, что к результату уже привела? Я поняла, что нужно сначала найти клиентов, а потом уже предоставить им товар. Интересное заявление с учетом того, что люди у нас пишут сейчас, как, собственно говоря, где стартовый капитал брали. Да, вот есть вопрос. Вот расскажи, раз, два, три, до клиентов и до денег. Сначала сделали сайт, сделали рекламу. В директе? Нет, вот то, что раздавали людям. Флайеры, да. Сделали директ на сайт, запостили объявления на форумах. Местных, да. Местных, и там на бэби-блоге тоже писали. Вот. И нам начали звонить. Звонить нам начали много. Но так как у нас... Высокий ежемесячный взнос. Да, и у них не было еще ничего. Нет, у нас не было садика, и мы с людьми встречались на улице. Вот. Поэтому примерно из сорока лидов нам удалось заключить только три контракта. А что вы им рассказывали, когда на улице? Я им рассказывала. У меня же подруга беременная была. Да. Вот. Я рассказывала. Про изумрудный город. Нет, я рассказывала. Я просто с своим ребенком, я вот как забеременела, я меня повернула на этой теме. Раннее развитие там, карточки, обучение чтению. И вот у меня была такая система для мам, как заниматься. Ну, то есть я для себя в тетрадочке написала. Вот. Я приходила с этими карточками, с своими записями, как я со своим ребенком занимаюсь. Садилась на лавочку во дворе. Да, садилась на лавочку. Ну, там не совсем лавочка была. Мы взяли план помещения у риэлторов. Там была железная дверь с сжавым замком. Мы говорили, ну извини, сейчас ключей нет, но вот план есть. И на плане была примерно расставлена мебель. Как там кроватки, стульчики. То есть вы рассказывали, что вы планируете открывать. И вы предварительно набираете клиентов. Это очень хорошая технология, когда... Ну, она же не говорит, что садик уже готов. Она говорит, что мы открываемся открывать. Интересно ли вам, когда мы откроем, поучаствовать в этом? Все, по-честному, но три контракта из ста. Не из ста, а из сорока. А из сорока. Это абсолютно нормально. Это хорошая конверсия? Это нехорошая конверсия. Это мало, по-моему. Она знает за то, что у нее хотят покупать уже. И если бы садик был, покупали бы больше наверняка. Да, да, да. Вот это понимание родилось. Мы готовы были принести деньги, но не готовы были принести их на улицу. Хотя у нас было уже ООО, мы быстренько зарегистрировали. И у нас там печать была, договор там. Мы же деньги с людьми брали. Потом уже, когда у нас было на руках три контракта, мы стали искать инвестора. Буквально там за неделю мы нашли инвестора. Как вы его нашли? Мы всем рассказали, что мы ищем инвестора. Все это происходило в рамках поселка Московский. Нет, почему? Мы по друзьям в Москве, по родственникам. То есть, ну, вообще всем рассказывали. И сколько инвестиций составили? Как вы нашли человека? Как он сказал? Девчонки, давайте. Нет, мы ему 20% от бизнеса. То есть, до сих пор они ему принадлежат. И у нас вот, когда прибыль в садике, мы ему 20% от прибыли отдаем. Сколько? Сколько надо было денег? Сколько вешать в граммах? 500 тысяч нужно было на открытие, вот, и 20% ему ушло за это. То есть, вот, очень интересная технология, что вы взяли 500 тысяч не в долг, как бы, он выложил деньги под долю в бизнесе. То есть, посмотри, как классно. Нет, мы очень плохую сделку заключили. Мы ему эти деньги за 9 месяцев вернули, то есть, у него деньги вернулись. А теперь он уже на вас наживается просто. Не наживается. Почему? Это вот, ну, вот так. Но они вернулись за прибылью ведь. То есть, прибыль-то уже шла. Да, прибыль шла с второго месяца. И посмотри, как она тонко сделала, что она и спрос протестировала. То есть, когда она открывала, она знала, что есть клиенты, знала модель, как привлечь их больше. Она нашла деньги, не тратя свои, которые отдавались бы за счет реинвестиций. Ну, за счет прибыли, которые бизнес уже генерирует. И самое главное, ты получила опыт. Да. Расскажи дальше, что происходило. Подожди, прости, просто я не знаю, я никогда в жизни не была в поселке Московский, но я так себе почему-то это отчетливо представляю. Знаешь, вот эти новостройки, эти каменные мешки, дворы, лавочки. И ходят две, значит, такие девчонки, одна с пузом беременная, а вторая, значит, в сарафане, с коляской, с двухлетним ребенком и делают бизнес. Это, конечно, очень такой контровершиал образ, но тем не менее все работает. То есть вот очень мифы-то бьются всех наших мужиков там и так далее, когда они же, смотри, как они честно, прозрачно, они рассказывают, они начинают с привлечения клиентов, они не инвестируют свои деньги в это дело. Потому что их нет. Ну, потому что их нет, логично. А что дальше? И какие, вот, как вы это организовали, какие шишки набили? И как сделали второй раз правильно? Шишки набили. Ну, первый садик вот открыли. Первый садик мы открыли вообще в квартире. Вот. Квартиру, где, как в ноябрю уже квартиру наполнили. То есть у нас была емкость... Сколько комнатная? Двухкомнатная квартира, 92 квадратных метра, я сейчас в такой же живу. Вот. То есть там 30 квадратных метров зал, 22 спальни, где-то 16 кухни. Остальные там коридоры, два санузла. Вот. И мы эту квартиру, мы обставили её очень в таком мимишечном стиле. То есть мы поехали в Икею, купили там много красивой мебели, купили наклейки декорета и вот сделали. Так. И... На 12 детей квартира была. Вам пришлось как-то иметь дело, вот, что меня больше всего волнует, там, с санэпидной станцией. У вас же должна быть какая-то медсестра, там, аптечка. Ну, вот когда в квартире были, естественно, всё это было как-то вот, ну, без медсестры и без санпинов. Но мы сняли квартиру. Вот, кстати, сняли мы её тоже очень интересно. Мы... У нас же не было денег на риэлтора. И мы раздавали... Объявления. Консьержкам телефон. Если в вашем доме вдруг будет сниматься квартира, пожалуйста, нам позвоните и вот... А вот квартиру снимались по серому, не платили налог с аренды? Я не знаю, это же хозяева делают. То есть мы им платили, а там, как они уже... Аренду с аренду хозяева, да. Не, просто понимаешь, я живу в доме, надо мной, короче, в квартире 90 метров, 20 детей топчутся целый день. 12. Ну, хорошо, 12. Я могу напрячься, позвонить в милицию, вызвать участкового, сказать, что это вообще такое... Нам повезло с соседями. Ага, то есть пришлось соседей углажать. Это был, я так понимаю, первый пробный шар. Ну, да, мы через 4 месяца из этой квартиры уже переехали в нежилое помещение у этих же собственников. Они сделали под нас ремонт в соответствии со всеми санпинами. Мы сами сделали пожарку, то есть у нас там и сигнализация стоит, и выход, и эвакуация, как бы всё. А какие ошибки вы исправили, открывая второй частный детский сад? И когда эта идея пришла, потому что твой ребёнок уже в твой детский сад ходит? Ну, как-то вот показалось, что скучно и тесно в одном детском саду. И мне очень захотелось прям открыть второй детский сад. И как ты, вот с учётом каких ошибок ты уже его исправила? Ну, во-первых, мы второй детский сад открывали уже на свои деньги. То есть я и партнёр, мы скинулись и открыли второй детский сад уже без инвестора. И сколько вам на это потребовалось денег? Около миллиона. Около миллиона. Которые вы взяли из? Из собственных доходов. Да, я взяла из собственных, а у партнёра другой бизнес был. Прекрасно. Продолжим после новостей на финале. Оставайтесь с нами. Сегодня в Доле Стутой Ларсен, бизнес-молодость, Пётр Осипов, один из сооснователей этого сообщества, и Наталья Гладкова, у которой частные детские садики. Продолжаем рассказать вам историю этого замечательного бизнеса. 65 10 99 6 наш московский телефон, сайт финан.фм. Заходите на страничку программы в Доле. Петя всё время тебя спрашивает про ошибки, ошибки, ошибки. Действительно были ли какие-то набитые шишки и, не знаю, сделаны неправильные шаги? Какой-то негативный полезный опыт приобретён? Ну вот ошибка, которую мы не совершили, это мы давали много рекламы. То есть у нас реклама шла постоянно. Даже несмотря на то, что садик уже был заполнен. Да. Это очень правильно. Это очень правильная стратегия. А зачем? Вот. Обычный человек так и думает. А зачем мне давать рекламу, если у меня так всё заполнено? Но если я хочу открывать следующие детские сады, то мне нужно понимать, что у меня... То есть мне нужен ажиотаж. Мне нужно, чтобы люди постоянно спрашивали меня. Откройте, откройте, откройте. Я им тогда буду говорить. А у меня скоро ещё один. Извините, у нас места все проданы. Вот у нас ещё откроется. Будете участвовать? Люди говорят, конечно, будем. А какие вообще ошибки совершают люди в таких случаях? Ну, классические, которые, в принципе, Наташа и совершила на самый первый раз. Это начало с помещения, с ремонта. Начинать с поиска инвестиций больших. На самом деле это всё... Надо начинать с поиска спроса. Надо начинать с клиентов. Вот как они и сделали. Они встречались с мамами на улице и рассказывали о том, что будет. Так как это действие очень стрессовое для людей, они всячески пытаются его отдалить от себя, занимаясь разными делами, никак не привязанными к жизни. А то есть самое страшное — это встретиться лицом к лицу с клиентом. Это самое страшное, потому что это самое стрессовое. Поэтому я буду уходить в какие-нибудь другие дела. Так первый детский садик вышел на какую-то небольшую долю прибыли, я так понимаю. Сколько там было? Ну, к концу, к весне мы уже вышли на 100 тысяч прибыли, когда мы переехали в новое помещение. Начиная с августа, да? С августа, то есть за зиму. За зиму, да. А, за осень и зиму, за полгода. С 100 тысяч чистыми ты делала. Итак, второй садик, как вы его открывали? Вот как раз второй садик. Наши клиенты к нам возили не только те, кто жили в нашем микрорайоне, но и к нам возили из соседних районов, микрорайонов и деревень. Вы решили открыть в соседнем микрорайоне? Да, и они нам сказали, а что, мы тут к вам едем, у вас тут такие пробки, а тот микрорайон, где мы второй садик открыли, он ближе к Киевке, и людям, которые оттуда возили, было достаточно неудобно. Они теряли полчаса утром и полчаса вечером на стоянии в пробках, чтобы завести к нам в садик. Ну, слушай, а вот психологически тебе не страшно было? Ну, один садик – это что-то, что можно контролировать, всё-таки это такой маленький, твой частный, твоя грядочка, которую ты возделываешь. Если ты открываешь второй и так далее, это уже сеть, это уже такой более серьёзный бизнес. На самом деле это проще, потому что мы вот почему и открыли второй садик, потому что у нас постоянно было два воспитателя и была нянечка, и постоянно то один, то другой, то заболеет, то что-то ещё. А когда у нас два садика, мы вообще прям легко сейчас ротируем персонал. И когда мы первый год работали, постоянно мы выходили сами сидеть с детьми. То есть один заболел, не пришёл, утром позвонил, я в пробку попал, садик у нас работает с 7 утра. И вот в прошлом году мне было достаточно стрессово, потому что мне нужно было вставать каждый день в 6 утра для того, чтобы вот держать руку на пульсе, потому что у меня воспитательница, она жила в городе, который там далеко на Киевке находится, она ко мне ездила. И она могла мне позвонить и сказать, а 24 декабря моя подруга уже родила. Ничего себе. Вот, поэтому... В какой-то момент весь бизнес лёг на твои плечи. Ну, не совсем весь бизнес, но вот она взяла на себя там звонки, сайт, рекламу и прочее, то, что можно дома делать сидя, а я вот то, что в полях. И получилось с подругой работать или вы расстались? Ну, сейчас она просто юрист, вот, и она как раз нам помогла вот всё это с законами, договорами, с анпинами всё это организовать. Она вышла из бизнеса, достаточно выгодно продав свою долю моему нынешнему партнёру. Мы до сих пор с ней общаемся. Я думаю, что если я решу открыть какой-нибудь бизнес, кроме детского сада, какой-нибудь там чайный магазин, то я буду делать это с ней. Мне всё-таки, я упорно возвращаюсь к теме санпинов, пожарников и всяких прочих надзорных органов и, наверное, каких-то министерств образования там Московской области. У вас с ними есть какое-то взаимодействие? Мы не относимся. У нас АКВЭД 8630, не помню номер. Ну, в общем, какой-то АКВЭД у нас. Что такое АКВЭД? Род экономической деятельности. Род регистрации. В общем, у нас прям во всех договорах, вот тоже спасибо моему партнёру-юристу, которая прописала, что мы не ведём образовательную деятельность. То есть у нас услуги, у нас центр по уходу с детьми. Вот. И мы прям в договорах, у нас прям выделено жирненьким, и родители прям расписываются, да, что они согласны. А, то есть это очень удобно, что вы не связываетесь с системой образования. То есть наша программа, она развивающая, а не образовательная. То есть у нас есть занятия, на которых дети там развивающиеся. Чему-то обучаются. Да, ну такие больше там жизненные вещи. Так, окей, ну всё равно. А хорошо, ну я просто представляю себе, вот я чиновник местного масштаба, и у меня открывается частный детский садик. Я же спущу на него всех собак. Я его буду проверять. Ну, во-первых, потому что я могу на этом что-то заработать. Во-вторых, потому что если я этого не сделаю, придёт какая-нибудь комиссия и надаёт мне по шапке. И я же должен следить и держать руку на пульсе, чтобы там всё было как следует и хорошо. Мы с этим сталкивались. И ходить к вам каждую неделю. Они с этим не сталкивались. Это миф, да? Но мы на самом деле, вот есть санпины, да, и мы вот всё, что там прописано, мы выполняем. То есть питание, да, на 15 человек. У нас в саду контрактов, которые с питанием. Вы сами готовите? У нас повар, у которого там медкнижка с дополнительными анализами, которые повар должен обязательно сдавать. По санпинам кухня для детей до 15 человек. Мы поэтому берём, у нас часть детей ходят на полный день, а часть утром, часть вечером. То есть мы как бы перекрываем, они у нас без питания ходят. Вот, и кухня по санпинам бытовая. То есть бытовой холодильник, бытовая мойка, бытовая плита, то есть прям всё так в санпинах написано. Вот, мы всё, что положено, делаем. Оставляем там питание в баночках на случай, там, если вдруг у кого-то что-то случится, чтобы понять, это у нас произошло или нет. То есть всё выполняем. А реклама? Как рекламу давали на второй частный детский сад? На второй детский сад нам повезло очень с помещением. Нам сам хозяин, ну мы как бы хотели у него попросить, да, и он нам сам предложил, говорит, вы прежде чем снимать, вы повесьте рекламку, там баннеры, прямо на моём помещении. Вот, посидите недельку, ну, попоказывайте, ключи нам дал, мы ему ещё ни договор не подписали, ни, как бы, денег не заплатили, ничего. Он нам дал ключи, говорит, у меня тут голые стены, как бы взять нечего, там ремонт надо было делать, вот, там взять было нечего, кроме самих дверей. Можно было вечеринку устроить. Так. В общем, он нам дал ключи, говорит, держите. И когда мы заключили уже, я не помню, но больше пяти контрактов, вот, мы уже после этого подписали с ним договор аренды. Ну, то есть вы вешали баннеры или вы ещё расслевали какие-нибудь объявления? Нет, мы сделали такой, как маркетинг-кит, то есть у нас уже был не просто планчик с расстановкой мебель. Маркетинг-кит — это такая презентация красочная с картинками того, что будет и что такое является центр. Вот, и приходили люди, мы уже показывали не просто план, а вот... картинки, как это будет, какая будет мебель, картинки из прошлого детского садика. То есть мы нафоткали. И люди видели, и люди довольны были. А цену вы поднимали во втором? Да, на пять тысяч рублей дороже уже. А почему дороже? Ну, во-первых, новый микрорайон, там аренда, ну, почти в два раза дороже была. Вот, и плюс мы сразу решили, что мы будем делать уровнем выше. То есть вот такие сады, как за 25 тысяч, их, ну, их достаточно сложно, как бы, потому что когда люди уходят, постоянные затраты есть, да, если люди уходят, постоянно прибыль там падает к нулю. Вот, и, ну, сложно оперировать, то есть там какие-то услуги дополнительные предлагать, педагогов дополнительных. Вот, а там, когда мы понимаем, что у нас в любом случае, даже если там несколько детей уйдут, у нас там большой запас по прибыли, вот, мы себя чувствуем достаточно комфортно, и мы предоставляем там намного больше услуг, то есть у нас там намного больше приходящих педагогов, у нас зарплата у персонала там выше. Привлично. А мне интересно, вот, кто ваш клиент, какую нишу вы закрываете, потому что все-таки 30 тысяч рублей в месяц за детский сад, это достаточно серьезные деньги для среднестатистического россиянина, это не дешево совсем. Кто, кто эти люди? Там какие-то молодые бизнесмены или... Ну, нет, почему? У нас просто мамы, которые работают, у которых зарплата от 50 тысяч рублей, и у них стоит выбор няня, там, например, плюс детский клуб, и это будет обходиться с учетом там современных, ну, с нынешних цен на нянь, это будет обходиться порядка 70 тысяч рублей, вот, ну, чтобы было и присмотр, и какое-то развитие. Я плачу, потому что у меня две няни, я сейчас... Эти цифры еще достаточно... Плюс мы сейчас вводим новые услуги, наш детский сад будет предоставлять няню на случай полезнее ребенка. То есть человек приходит к нам, заплатил нам деньги, у него вообще голова не болит. Это твоя идея? Нет, это идея моего партнера. Вот у меня какой вопрос. Наташенька, ты так хорошо оперируешься цифрами, и со временем, вот это был второй центр, потом вы третий открыли, я так понимаю, а первый самый закрыли. Нет, почему? У нас первый продолжает работать. А, понятно. Ну, третий в планах. Третий вот, ну, у нас просто сейчас купили франшизу, мы сейчас третий откроем по франшизе. Вот это да, а это уже в другом городе. Да, но пока не могу сказать, где конмерческая тайна. Скажи, пожалуйста, 10 самых главных выводов, которые ты сделала за свой предпринимательский путь. Вот самые... Ну, какие-то фишки. Вот фишки, выводы, которые ты сделала, ты поняла. Вот надо делать так. Первый сайт нужно делать. Первый сайт. Директ нужно делать. Второе. Регулярно. И настраивать поток, значит, заинтересованных людей. Да, потому что у нас как вот забудем деньги на директ платить. Сейчас мы-то на аутсорсинг отдали, не мыслидем. А когда вот мы вообще с подругой были, мы регулярно... Чего звонки не идут? Проверь деньги на дирекцию, деньги кончились. Вот, то есть регулярно... То есть интернет на самом деле здорово работает, да? Ну, у нас процентов вот 80, наверное, с интернета клиентов. Ну, а как люди ищут детские сады ищут? Ты же не будешь ходить по микрорайону и искать? Ну, и оффлайн-реклама у вас тоже есть, то есть реклама в районе? Да. Или вы от нее отходите постепенно? Нет, мы как... Ну, мы используем вообще все, что дает хоть какой-либо выхлоп. То есть даже если там машины нам дают там пять звонков, с которых там две встречи, да, и с этих встреч, допустим, один клиент, который нам, в принципе, реклама, там, четыре тысячи машин, там, тысяча две стоит человек и тысяча рублей листовки, да? В любом случае реклама, которая окупается, хоть немного, мы ее все равно используем. Я хотела вернуться все-таки к тому моменту, когда Наташа пришла в бизнес-молодость. Меня все-таки поражает то, что она пришла в августе, да, в сентябре уже открыла садик. Ну, месяц был между, скажем так, погружением, да, вообще в какое бы то ни было бизнес-образование, да, такое вот, ну, практическое. Неужели не было страшно? Или все-таки вот финансовая академия дала тоже какие-то свои плоды? Ну, я говорю, меня родители как-то не отучили. Боятся. Меня в три года поставили на горные лыжи. Вот, и вообще как-то... То есть чего ждать, да? Молков боятся в бизнес не ходить, как говорится. И это вот нормально, да, за месяц взять и открыть. Посмотри, сколько у нас страхов, и я у нее никаких, она шла, и в моменте... Очень важно начать что-то сделать, а потом в процессе довести уже, да, вылезать, а не стараться сделать сразу, предусмотреть все страхи, риски, потому что большинство из них... Вот мы думаем, что там душат местные органы, а нас с этим даже не сталкиваются. Вот нету в ее реальности такой картины. И наверняка радиослушатели будут говорить, не может быть, наверное, там связи... Есть подвох, волосатая лапа. Радиослушатели, присоединяйтесь, 6510-99-6, московский телефон, финам.фм, наш сайт, там есть страничка программы в доле. Если у вас возникают вопросы или комментарии, смело делитесь. Я прокомментирую то, что она говорит, да, с сайта и поток, что за этим стоит? Нет, это есть финансовое здоровье того детища, которым она занимается. Финансовое. Вот как ребеночка надо кормить, так и бизнес надо кормить вот именно этим, то есть создаванием потока постоянного клиентов, которые приходят. Для этого надо создать какой-то ажиотаж. Ну, не обязательно, но надо, во-первых, предложить это рынку, то есть чтобы было где-то, где люди могут посмотреть, чем ты занимаешься, правильно? Ну, разумно, рационально. Для нее это стал сайт, как площадка, на которой она рассказывает, что сайт, встречи личные также, правильно? Да, то есть мы создали систему продаж, вот тоже какая-то фишка, да, то есть мы в рекламе, мы не продаем садик, ну, то есть мы в рекламе хотим, чтобы нам люди позвонили. Когда нам люди позвонили, мы вот по скриптам бизнес-молодости... А как вы это провоцируете, чтобы человек позвонил? Что вы ему говорите? Ну, вот сильное предложение какое-нибудь, там обычный английский детский сад по цене обычного. Ну, разные сильные предложения. Очень интересно. Подробности... Вот мясо пошло, ура! Попозже, да. Тут-то Ларсин Петр Осипов, основатель сообщества бизнес-молодости, бизнесмен Наталья Гладкова, основатель частного детского... частных детских сад, сети частных детских садов. У нас в студии 651099,6. Московский телефон. Карина, здравствуйте. Алло, алло. Алло, здравствуйте. Слушаем вас, добрый день. Добрый день. Я хотела бы выразить огромную благодарность Осипову, товарищу Осипову, за такой проект бизнес-молодость. Объяснить ситуацию. У меня супруг, мы сами из города Набережный Челны, Республика Татарстан. Есть такой? Я ездил в Казань, город Казань, столицу Республики Татарстан, на семинары. Это было в марте месяце. Ездил, вернулся и сказал, что нужно разработать какие-то идеи. Мы начали думать, думать, думать. И давно думал о том, чтобы иметь своих собственных двух детей, думал о том, что нужен частный садик у нас именно в городе. Мы как-то собрались вместе все, и вот в итоге буквально за месяц-полтора открыли в городе Набережный Челны детский садик, называется он «Радуга детства». Здорово. Молодцы. И вот сейчас слушаю вашу программу. Мы, в принципе, действовали точно так же, как описывает Наталья. То есть изначально у нас не было помещений даже. Карина, я вас очень люблю заранее, а вот у вас есть какой-то вопрос или комментарий к нашей гости, чтобы мы могли раскрыть, если вам что-то интересно. Да, да, да. Я хотела бы спросить. Вот сейчас у нас действует садик, посещает его 15 деток. Многие родители очень задают нам такой вопрос, почему у нас в садике нет камер видеонаблюдения. Я хотела бы спросить Наталье, сталкиваются ли они с этой проблемой, требуют ли у них родители видеонаблюдения, чтобы посмотреть онлайн, что делают малыши? Да, Карина, ставьте, я вам очень рекомендую. Это очень собирает... Мотивирует, да, родители? Мотивирует и персонал, и родителей. Да, камеры у нас стоят в обоих садах, вот, и вот, ну, как бы в строении сети для нас это такой основной метод контроля, чтобы не мотаться по садикам. А вот включил на мониторчике, пощелкал все камеры, посмотрел, что все исполняют должностные инструкции. Карина, спасибо большое. Привет вам, привет мужу, привет набережному челдаму, всему Татарстану. Слушай, ну это тоже ведь неплохая форма рекламы онлайн. Или доступ к этим камерам есть только у родителей? Только у родителей. Это как бы, ну, частная жизнь. Слушай, у меня ребенок ходит в обычный советский садик наш, российский, без всяких камер. Мне даже в голову не приходилось, что это опция, может быть, необходимая. Слушай, а ты представляешь, ты в айпаде всегда можешь смотреть, что с твоим чадом происходит, и будешь спокойно заниматься. Да, это важно. И когда, я по секрету тебе скажу, ну это вообще по секрету, мы когда ставили камеры в офис, мы поставили просто камеры, без связи. И сразу народ собрался. Сразу народ собрался, моментально. То есть потом мы сделали, но мотивационная планка поднялась очень. Да, вернемся к мясу, собственно. К мясу, да. Итак, первое, сильное предложение. То есть, значит, предложение, что английский детский сад по цене обычного, да? Да. Что еще? Какие еще выводы твои? Вот, первое, поток. То есть, первое, что мы встречаем, перерабатыватели заявок, это сайт. Второе, поток клиентов. Притом, хочу с тобой поделиться такой фишкой, что сейчас реклама в интернете позволяет делать так, что я могу рекламироваться четко по своему микрорайону. Да ты что? Конечно, а зачем мне рекламироваться по Ясенево? У меня тоже был вопрос, потому что интернет же широкий, ты дошли к вам в интернете, а у тебя интерес это в пределах маленького поселка. Это называется гео-таргетинг. Это все есть. Гео-таргетинг. Гео-таргетинг. Ну, так бы. То есть, если я забиваю садик в таком-то поселке, мне уже... А, нет, я сижу в своем поселке, забиваю частный садик, а мне уже интернет выдает в границах моего. Выдает именно то, что близко к тебе, конечно. Ну, и контекстная сеть в этом заинтересована, потому что они должны дать тебе то, что ты ищешь. И человеку хорошо, потому что он лишние деньги не сливает. Конвертер, поток, сильное предложение. Что еще? Ну, вот система продаж, когда ты по телефону... Ну, вот я просто обзванивала сама частные детские садики Москвы, когда мы только даже начинали, и сейчас мы это делаем регулярно. Как это обычно происходит? То есть, звонишь, здрасте, я узнаю про садик, и потом у тебя такой поток, в который даже слово вставить нельзя. А у нас обычный диалог. То есть, мы начинаем задавать вопросы человеку. Вот, не поток, да. А давай проиграем. Вот как это происходит? Алло, здравствуйте. Я звоню в частный детский садик. Можно задать вам пару вопросов? Да, здравствуйте. Меня зовут Наталья, а вас как? Меня зовут Татьяна, очень приятно. А скажите, пожалуйста, я могу оставить в вашем садике ребенка на целый день? Скажите, пожалуйста, Татьяна, сколько лет вашему ребенку? Три года. Три года. Ну, в принципе, в три года уже можно. А у вас кто, мальчик или девочка? У меня девочка. А какие развивающие программы ваш садик предлагает для детей? Наш садик предлагает для детей. Дети у нас занимаются по программе детский сад школы-2100, которая готовит детей. Вы знаете, у нас школа. Она работает по программе школы-2100. А мы взяли программу, которую разработал тот же коллектив авторов, только для детского сада. А как бывает в других садиках? Школа Васильевой там у них. Нет, я имею в виду... Нет, все, выключили. Закрывай. Татьяна, вы по телефону же не сможете определиться по поводу садика. Давайте мы пригласим вас к нам на экскурсию. И вы придете и посмотрите, уже выберете, понравится вам наш садик или нет. Да, только мне удобно после работы часов в 6-7 вечера. У вас, наверное, уже все закрыто. Нет, я с удовольствием покажу вам и в 6, и в 7, и в 8 вечера. Спасибо большое. Закрывай, закрывай нашу встречу, закрывай. А где вы территориально? Мы находимся в городе Московске, у нас два филиала. Вам какой был бы удобнее в Граде? Дальше у нас уже идет джинса, Питя, не может. Ну подожди, а в чем? Вот это очень важно, понимаешь? Большинство людей продают в лоб. То есть они говорят, купи, купи, купи по телефону. Но ты, как мама, понимаешь, что ты по телефону не можешь принять выбор. Тебе необходимо удостовериться. Ну я вот и хотела спросить, а как в других садях? То есть я звоню в другой садик, и что они сразу говорят? Ну у них там, и они рассказывают про нас минут 10. У нас такие-то педагоги. Хочешь, покажу? Звони мне. Здрасте. Добрый день. Я звоню в частный детский садик. Да, да, солнышко детский сад. Как интересно, мужчина в детском саду работает на телефоне. А у меня есть несколько вопросов, кто может мне помочь? Вы хотите ребенка дать в частный детский сад, да? Я хочу дать трехлетнюю девочку. Я бы рассказала немножко о нашем детском саду. Наш детский сад 1996 года уже здесь существует. У нас собрался огромный коллектив педагогов, авторов. У нас очень хорошие детские программы, очень хорошее у нас питание, очень хорошие нянечки. Программы разные, разные есть, есть разные развивающие, есть занятия с логопедом, с педагогом и другие программы. А бассейн есть у вас? В принципе, есть и надо, если сделаем, пока нет. Но три выгоды. Первое, ваш ребенок будет здоров. Второе, если вы примете решение сегодня, вы получите набор японских ножей. И третье, ну, и вот такой поток, понимаешь. И ты уже трубку держишь на расстоянии метра и думаешь, ты что скажешь? Спасибо, я подумаю. Спасибо, я подумаю, совершенно верно. И все, человек пропал. А здесь в чем фишка? Идет закрытие на так называемое первое свидание. То есть не стрессово. То есть приди, посмотри. Денег не берут. А с ребенком можно прийти? Обязательно нужно приходить с ребенком. Вот. Ребенок выберет, как бы нравится ему. Познакомиться с педагогом, познакомиться с обстановкой, может быть, с какими-то другими детьми. А как ты думаешь масштабироваться сейчас? Ну, помимо того, что у нас сейчас вот две франшизовые разработки, да, мы открываем. Садики по франшизе. У нас на лето план такой. Мы хотим открыть пять своих садов. За лето только? Да, за лето. Вот это план. Пять своих садов и три по франшизе. Собственно, для своих садов мы сейчас ищем инвестора, где-то на 7-8 миллионов. Так что, если кто хочет, мы предлагаем 30%. 65, 10, 99, 6 наш московский телефон. У нас еще есть вот сообщение из Барнаула. Там тоже прекрасная пара Саня и Оля. Хотят открыть частный садик, и у них не хватает смелости. Слушают передачу, радуются за нас и просят поделиться опытом. Ну, вот, весь этот час мы делимся опытом. И, по большому счету, хотите открывать и франшизу в Барнауле, да? Да, если я хочу открыть, могу ли я к тебе обратиться? Разработали ли ты такую программу какую-то? Да, у нас прям есть несколько пакетов, которые мы предлагаем. То есть, если люди хотят там делать все сами под своим брендом, потому что есть такие люди, кто у нас покупает пакет консалтинг, ой, не консалтинг, а пакет документы. Он стоит там 50 тысяч рублей, и мы даем все, договора, трудовые договора, меню. Вот все, что у нас, все бумажки есть, там должностные инструкции. И вплоть до расписания, как уборщица, ну, как нянечка должна мыть туалет, прихожую, стандарты общения с родителями, что им можно говорить, что нельзя говорить. Вот все бумажки мы отдаем за 50 тысяч рублей. Если кому-то нужен консалтинг, есть там пакет консалтинг. То есть, у нас есть сайт franchise.sunschool.ru. Как еще раз, как пишется? Франшиза. А как, если в Яндексе вбить, как тебя найти можно? Sunschool. Sunschool, да. А солнечная школа по-английски, да. Sunschool.ru. И там можно. Слушайте, ну, самая любимая у нас осталась еще моя тема. На что тратятся заработанные деньги? Деньги. И еще, прости, пожалуйста, твой ребенок ходит в твой садик? Да, да, я не планирую отдавать его в государственный. И чем тебе, вот, чем, на что деньги-то тратить? Ты всем довольна? Да, я всем довольна в саду. Ну, на что я трачу деньги? Я трачу деньги на себя, на развлечения, на ребенка. Потому что у меня муж как бы зарабатывает, то есть все такие вещи. Вот мы сейчас осенью... А, то есть это все твои карманы и деньги? Все, что ты заработала, только на себя? Только на себя. Ммм, вот. Мне так нравится. Точно. Мне сейчас муж покупает осенью квартиру нам на море. Вот. Вот. А я такие вещи как бы, ну, не покупаю ни дом, ни квартиру. Поэтому я вот... Я покупаю сумочки. Да. И куфли. Тебя в красоту. А скажи, отношения с мужем не стали как-то жестче? Ты, может, стал мужиком в юбке дома там шашкой махать? Нет. Как ты дома? Ты меняешь роль? Ты дома другая? Да, я и в бизнесе не махаю шашкой. То есть у меня есть партнер, у нас есть управляющий сейчас. Точнее, как бы не управляющий, а координатор. Сейчас мы берем управляющего сетью. Вот. То есть я, в принципе, в бизнесе это шашкой не маху. То есть то, что было, как бы это было импровизация, то, что я продажами по телефону-то не занимаюсь даже. Подожди, но вот ты мечтала быть финансовым директором на каком-нибудь предприятии. Ты сейчас находишься где-то... На финансы я сейчас веду полностью я. Вот. То есть ты все-таки финансовый директор. Кроме бухгалтерии. То есть ты счастлива вот тем, как сейчас, что идет. А то вот многие люди живут в ощущении сейчас-сейчас. У тебя уже сейчас наступило? Ну вот благодаря бизнес-молодости у меня это как раз и наступило. То есть вот если в прошлом году... Сейчас я походила там на женский клуб к Жене Ронжиной, и у меня там тоже многие вещи поменялись. Что такое женский клуб? Ну, бизнес-молодости есть как вести бизнес, оставаясь женщиной при этом, а не стать мужиком в юбке с толстыми пальчиками, перстнями и слезами на глазах. В программе «Вдоль и в пятницу» с великими женщинами России. Но, тем не менее, оказывается, что это можно, в общем, в самом юном возрасте понять и сделать. Я бы хотел дать комментарии маленькие по Наташе. Да, у нас минуты сколько есть? У нас есть полминуты. Полминуты. То, что, во-первых, видите, она... Тот, кто занимается своим делом, не боится делиться. То есть, пожалуйста, посмотрите. И информация на сайте есть про нее, где все расписано, то, что она рассказала, как она сделала. Кто хочет, тот найдет, тот посмотрит, увидит. И пакетами, и франшизу она дает. Но здесь мы видим технологию, которая называется «Один мужик на небитаемом острове на 10 женщин». Когда есть огромная... «Один мужик на небо» «Один мужик на небо» «Один мужик на небо» «Заитω 메рирует и тестов по телефону мужчин». с blossoming, и у которого он сделает, который использован, мы landing абсолютно для тестового составляем структа» Продолжение следует...